дайте слово пожалуйста добрый вечер глория привет глория меня знает я ирина кузьмина я проживаю в риге глория меня знает глория привет я хочу поднять вопрос выборов которые происходили у нас год назад осенью я второй год я живу под плохим впечатлением потому что я от партии стабилитаты глория знает была наблюдателем шестой школе начака улице там было два участка я не помню какой 82 83 по моему я была на одном на втором участке за ширмой был наблюдатель от еремеева мужчина такой не помню имя его мы были наблюдатели владимир очень приятно с вами познакомиться меня зовут ирина я ваши стримы смотрю я ваши ролики смотрю делюсь все хочу просто до сказать дальше слушайте вот и я была наблюдателем и что происходило значит все было нормально сначала начался закрыли закрылся этот выборный участок извините может я сейчас немножко волну из где-то что-то может слова не так скажу но вы меня поймете значит закрывается участок они меня отправляют домой я говорю я домой не пойду и мы договорились с этим наблюдателем от еремеева полностью быть до конца до подсчета голосов владимир я не могу я я каждый день вспоминаю эти выборы там такая была несправедливость на моих глазах я у меня даже есть номера телефонов и вы понимаете мы живем в обмане второй год на моих глазах вот этому кареншу в этой партии но был ну положили бюллетени как говорится да я звоню росликову в штаб я говорю здесь нарушение что делать он грит ирина идите домой иначе вы можете до дома не дойти вам это не надо здесь нарушение только это узнали первый раз почему я впервые я рассказываю факт можно вы меня не перебивай потом комментировать будете можно так иначе вы меня смысле собьете я не могу мы живем в такой лжи мы живем в такой несправедливости и как не стыдно не стыдно мне каждый день хочется взять телефон этих которые на из считали эти голоса и сказать вы спокойно спите что творится в нашей стране после выборов как вам спится и что вам кто где проплатил что вы вот это сделали а меня отправили домой я была до последнего я все видела его представитель что а еремеева тоже как мы он подходит ко мне ира ты видела у меня по имени как-то запомнил я его нет он говорит это что-то невероятное говорит лежала маленькая кучка говорит я туда-сюда отвернулся говорит уже лежит стопка я не буду называть сейчас да вы понимаете о чем я я не могу глория вот я честно я второй год я живу я я мне обидно понимаете и я теперь не верю ни в какие выборы я не пойду ни на какие никогда выборы и мои дети сказали не пойдут потому что это все заранее продумано это все выброшенные деньги и выброшенное время дальше слушайте я вам расскажу я у меня есть хороший у нас я в теннис играю пляжный у нас есть теннисист который в липайской тюрьме умер игорь такой бобр вы слышали про него да нет это было осенью осенью ну мы просто мы теннисисты мы же общаемся все я рассказала да он приехал ну там на теннис мы собрались он будет ира никуда не лезь никому ничего не говори тебе тебе это не надо я извиняюсь сейчас тут звонок пошел сейчас ира лучше уезжай надо было рассказывать ну вот и мне мне многие мои знакомые сказали не лезь никуда ничего нигде не поднимай даже этот вопрос пусть остается все как есть я не могу мы живем во лжи в этой стране у нас я не знаю но я не могу я говорю вот я не могу я второй год живу я не могу смириться с тем что я видела и это никто не может и ничего не сделает это уже все было год назад мне сказали никуда не есть иди домой но я хочу сказать цвета тоже было от партии стабильности на выборах и там тоже был представитель от еремеева и тоже и хотели отправить домой на девочки до до конца там ну там был очень маленькая очень маленькая такой избирательный участок но там тоже проходила далеко все негладко откуда-то что-то появлялась что-то не появлялась хватало не хватало поэтому да эти выборы уже прошли но сейчас речь все равно о том что и знаете конечно ему мы перед ваши переживания ира все понимают но только это не остановился нам надо дальше жить и в общем-то и сделать так чтобы эти люди которые злоупотребили властью очень приятно и с вами познакомиться я вас тоже смотрю лайкаю там фейсбуке тоже я вас вижу и в тик-токе подписано на вас тоже хочу сказать горе теперь даст давай глория тебя послушаю я хочу сказать то что наши наблюдатели наблюдали в тейке тейки наблюдали такое что действительно наверное там какое-то логово чиновников и там действительно вот такие пачки просто шли за каринча и еще еще что я бишь объясняла еще два года назад ребят когда вы голосуете просто заберите всю пачку с бюллетенями или порвите там на месте или заберите с собой ни коем случае не выкидывайте ворны но не надо ну но поверьте но не надо туда там ничего оставлять поэтому и кто то то кто то говорит что ничего не поменяется система сгнила но кто то но все хотят чтобы что-то начало меняться а с чего вот что-то может начать начать меняться если не делать ничего вот сказать все плохо мы уезжаем и уходим тоже было столько столько моментов когда можно было просто отмахнуться рукой и просто взять и уехать отсюда зачем вот все это надо вот зачем или просто сидеть тихо там парламенте отсидеть, сколько мне там положено, и все. Нет. Ну нет, ну я так не могу. Я слышу, что там говорят какую-то ерунду, выхожу и говорю, рассказываю. Если от моего голоса ничего не решается, я хотя бы выйду, скажу, покажу свои позиции, покажу людям. Мне не стыдно будет сказать людям, смотрите, вот это я. Сколько раз у меня в парламенте было так, что я одна голосую против, против объединения СМИ, потому что я знаю, что там под этим всем кроется. Против грозы виментилового процесса, там, где будут обогащаться судебные исполнители за счет малоимущих, тоже одна голосовала против. И много